Продолжение следует... Кода аутентификации. Кода аутентификации. Кода аутентификации. Собственно, это примерно будет по-другому. Зубков. Кода аутентификации. Кода аутентификации. Расклад. 2007 год. И я задать расклад. Бегусь задать расклад. 480 страниц. То есть она достаточно объёмная. Конечно, мы всё её не будем рассматривать. Ну и это, в принципе, формализует часть тех вопросов, которые вы уже рассматривали с Сергеем Владимировичем по аутентификации. Вот. Ну, давайте, во-первых, напомним ту теорию, теорию синуса, которую мы рассматривали ещё на асимметричной криптографии. Пусть она асимметричной криптографии. Соответственно, результаты или понятия теории митостойкости синуса. Т.е. при зашифровании некоторого сообщения. Ранее считалось, что, собственно, если секретным ключом зашифровано некоторое сообщение, и пришло законному пользователю, и законный пользователь расшифровал это сообщение с помощью своего секретного ключа, т.е. мы рассматриваем ключи асимметричной криптографии, то в этом случае можно надеяться и можно считать, что это сообщение пришло именно законному пользователю. Но это, в общем-то, не всегда так. Ну и, собственно, основные понятия теории символа Симонса – это следующее. Возможны разные попытки. Возможны попытки обмана или аналитиков, которые мы будем в данной курсе обозначать не Е, как обычно, а аналитикам. Это означает просто так, просто аналитикам. Следующее. Попытка обмана или аналитика. Попытка обмана или аналитика. Попытка обмена. Попытка обмена. Ну и, в целом, попытка обман. Может быть, одна из этих. Попытка обман. Попытка обман. Попытка обман. Попытка обман. Попытка обман. Попытка обман. множество. То есть это открытые тексты. М – все открытые тексты, все открытые тексты. К – пространство секретных ключей. С – пространство севших текстов, которые в модели, вот такое вероятность на модели, считаются конечными, все эти пространства. Ну и, соответственно, века и пространство всех возможных ключей расшифрования. Соответственно, шифр, шифр. Ну и тогда что это отличает? Есть отображение для карты произведения в множество открытых программ. Ну такое, что есть однозначность расшифрования. То есть для любого M, если мы возьмем, зашифруем этот текст, на некотором ключе, из-за любого M и для любого K в том числе, а затем расшифруем алгоритм расшифрования. На этом же ключе это всегда получено. И таким образом можем говорить, что в каждой паре открытый текст и ключ поставлено в соответствие некоторая криптограмма. И при работе отправитель получает, получатель выбирает соответственно секретный ключ и выбирает эту пару в соответствующий друг другу авторитм расшифрования. Вот. И задано, вообще говоря, вероятностное на распределение. Распределение на множество. На множество. На фактовое проявление. То есть соответственно, для каждой паре, M и K, поднимающей метафтой произведение, с одной вероятностью. С одной вероятностью. M, K и такая же. Сумма. Ну, по всем M, по всем K. И даст вероятность текста, который будет засуховывать. И это распределение известно по числе и криптоналитику. И считается, что оно уже задано. Это распределение на множестве открытых текстов и ключей. И это распределение, как мы видели ранее, индуцирует распределение на остальных множествах. На множестве, соответственно, ключей и криптограмм. Ну, в данном случае нас будет интересовать, каким образом теперь у нас может произойти подмена и лимитация сообщений. То есть поскольку криптоналитик не знает секретного ключа, то у него остается возможности какие для обмана. каким-то образом выбрать криптограмму и послать ее получателю, то есть у нас A и B, отправитель, подменили. Ну, подменили. Некоторые открыты текст. Прикор шифратор. Шифратор. Он шифрует это сообщение, передает канал. По каналу сообщение поступают в тех же характерах. И дальше идет получателю B. То есть это классическая схема. Ключ заранее рекомендовался отправителю и получателю по закрытому каналу. Ну, и если в схеме Шинона криптоаналитик был пассивный, он мог только снимать сообщение из канала. То здесь в схеме Симонса криптоаналитик активнее. Он может вмешиваться в передачи и даже прерывать, допустим, передачу по этому каналу и формировать свою какую-то передачу. То есть он может направить ложную криптограмму получателю. И здесь он получит, соответственно, обложенный открытый текст. С-словной, M-словной это ложная ложная шифра и открытый текст. Ну и спрашивается, когда, вообще-то говоря, не будет распознана эта ложная криптограмма? И получатель примет эту ложную криптограмму за допустимую. Вот. Давайте, попытка инитации рассмотрим. Попытка инитации. Давайте все-таки уточним, что это за криптограмма. Криптоаналитика формирует 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 ложный шифр текст С-словной не ожидая истинного ожидая истинного шифр текста и С-словной вставляет получатель попытка имитации то есть она имитирует криптограмму попытка имитации считается успешной считается успешной если B принял принял то есть не рассказнал амбана принял С-словной за допустимую допустимую то есть ту, которая могла прийти от правителя вероятность имитации вероятность естественно он выберет такую криптограмму которая увеличит вероятность успеха вероятность успеха имитации ну что если это будет она максимум по всем ложным криптограммам вероятности того что цель своего допустима ну вот криптограмму естественно должен максимизировать вероятность вторая попытка попытка подмены попытка подмены это соответственно криптограмму после перехвата перехвата истинной криптограммы от от а б кому сложно кому сложно и отправляет это б ну и попытка попытка подмены подмены успешно 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 если 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 б кримин за допустима ну и тоже вероятность вероятность успеха естественно криптограмм аналитик должен выбирать криптограмму чтобы получить как можно более высокую вероятность вероятность подмены она будет тоже если у него возможность такая есть конечно максимальная криптограмму с максимальной вероятностью того что она будет допустима то есть атака из всех как можно из всех с вероятностью то есть вероятность имитации то атака будет успешной даже если тоже придет криптограмма истинная которая совпадает с этой ложкой но она придет не в то время когда ей следует прийти и это тоже приведет к карману и считается тогда это успешной атакой то есть вот эти две вопросы ну и давайте вот принципиальное так скажем соотношение почему эти почему эти почему эти атаки могут иметь успех даже в том что альбер работает на секретном ключе который не знает как это наличие ну вот я тут в прошлый раз нарисовал эти рисунки давайте я сейчас нарисую то есть множество открытых текстов вот это оно есть под множеством некоторого более широкого множества например множество всех последователей в берегной множество криптографов я уже рисую его больше но в целом часто больше и понимается для однозначности расшифрования которое есть множество криптографов намного не меньше чем множество открытых текстов потому что иначе однозначного расшифрования у нас не будет ну и вот множество ключей где-то и криптоаналитик не знает на каком ключе работает альбер но если это работает на ключе то куда множество всех открытых текстов может подразиться некоторое подмножество под ц 1 то есть подмножество которое подмножество всех критограмм а это множество критограмм которые получены в результате шифрования всех открытых текстов есть некоторое подмножество вообще говоря хотя в общем случае оно может быть и совпадать с множеством всех критограмм как например вот в шифре ближе д да шифровина лучше скажем так если работают на другом ключе отправитель получатель то тут в общем получится другое множество цепь 2 которые могут пересекаться совпадать или даже не пересекаться вот ну и если если смотреть на этот рисунок то мы можем увидеть что если а и б выбрали ключ к 1 и то при случайном выборе выборе ложных критограмм критограмм она будет приятна за допустимую и б за допустимую с вероятностью а с вероятностью и квалификация равна мощность класса C1 и CK1, чтобы было ясно, что это на ключе K2. Мощность множества всех квалификаций. Мощность множества всех квалификаций. И это всегда будет больше для вероятности мощности текста на мощность всех квалификаций. Так как из-за однозначности расшифрования, у нас всегда CK должно быть больше или равно соответственно мощности пространства на протективе. И таким образом видно, что обман возможен. Он невозможен только в том случае, если множество открытых текстов у нас равнодушны. То есть практически будет неработающая криптосистема. передаваться на какие-то тексты не будет. То есть обман всегда возможен. Ну и ясно теперь путь здесь. Как уменьшить возможность вероятности обмана. То есть это отношение возможно делать меньшим. отношение множества открытых текстов, множество крипторам. И, собственно, так и делается при аудентификации. Фактически расширяется множество открытых текстов путем добавления дополнительных данных, дополнительной какой-то информации. То есть это может быть методставка, контрольная сумма, коды специальные. То есть именно на этом пути идёт построение кодового аудентификации, которые позволяют сообщения отправлять достоверные, то есть они будут аутентифицированы, эти сообщения. Причём они могут быть и закрытыми, и открытыми. Но в данном случае мы рассматриваем даже закрытые сообщения, шифрованные, и тоже обман здесь возможен. Ну и аналогично вероятность обмана в целом. Синус определил как максимум двух вероятностей. Вероятность имитации и вероятность обмена. И неравенство выявлено. Неравенство. Синус. То есть более точная вероятность. 1, она будет всегда больше доравняться, чем в 2 степени. Взаимную информацию. Где? Где? Взаимную. Ну, во-первых, наравнение. Традиционно это будет. Этерапия. Взаимная информация. И действительно. Взаимная информация. Получается, что чем больше у нас будет взаимной информации между множеством криптограмм и ключом, тем, собственно, возможно, получена будет меньше вот эта предельная вероятность. То есть, а это получается как раз за счет того, что ключ используется будет дополнительно для построения сообщения салютных дефекаций. Вот. Ну, и Симонс, в общем, определил совершенно секретную систему. Таким образом, что она, криптосистема, является совершенно секретной. Тогда, когда в этом неравенство, достигается равенство. Меньше оно не может быть. И самое лучшее, что можно достигнуть, это здесь равенство. Это совершенно критичная будет криптосистема. Ну, в общем, и давайте теперь посмотрим, действительно, каким путем можно получать более точное подтверждение о том, что сообщение пришло нужному пользователю. Шифруется оно или, может быть, не шифруется. Подходы. Подходы. Построению. Построительные. Аутентичных сообщений. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавление DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Расшифровываем тут и в расшифрованном сообщении Расшифровываем и получаем R конкурс на C И проверяем это Проверяем R Р у нас будет Та же последовательность, которая у А была Просто это может быть известная последовательность Ну, например, может быть все нулини Все нулини очень удобно ставить, поскольку это на расшифрование Иногда плохо-то может отразиться R фиксированная, выбранная ранее последовательность Или нет Ну, если та же самая последовательность, то это, собственно, подтверждает Аутентичность Что она Шифр текст пришел именно от А А не от кого-то другого Вот Поскольку Криптоаналитик, он не имеет возможности Получить ключи, поэтому Зашифровать уже Хотя эта последовательность может быть даже открытая Или чаще всего Или чаще всего Так скажем, что она открытая Криптоаналитик Не знаю даже это последовательность Не может подобрать текст Так что после расшифрования Вот этот текст Кончался до заданное фиксированное число знаков Вот Ну и вероятность этого обмана Уже Ходит не в боли И вероятность обмана Обмана не в боли Ну, при двенечном обховите Два степени Т На последовательном месте Если Соответственно И это Обмана Ну и это как раз Вот этот принцип Расширения исходного сообщения И возможность Тогда Ширф текстов Получается значительно больше А открытых текстов Осмысленных Меньше Например Последовательность Р Последовательность Р Может быть секретным Но Заранее Иветанных Иветанных А и В Ну такая форма Например В Алгоритмах Аудентификации В Военных алгоритмах Аудентификации ША И она Несит ошку Используется Иногда Когда Эта Секретная Последовательность Она хранится У А и В Запечатанных Конвертер И когда Надо Послать Аутентифицированные Сообщения Аутентичные Сообщения То А Скрывает Конверт Добавляет К своему сообщению Эту шифрованную Последовательность И шифрованную Секретную Последовательность Шифрует И отправляет В Б Расшифровывает Тоже Скрывает Конверт В котором Эта Последовательность Содержится У него И проверяет То есть проверка Аналогичная Проветка Аналогичная Вот Переориваются Сейчас Шифрованная Продолжение следует Продолжение следует...